Приветствую вас, друзья! Меня зовут Денис Борисов, вы находитесь на канале fit4life.ru И сейчас мы будем рассматривать варианты верхних тяг сверху. Это упражнение направлено на развитие наших мышц спины. Упражнение относится к базовым, потому что работает помимо локтевого сустава еще и плечевой. Соответственно, вовлекается в работу огромное количество мышц. Помимо мышц спины активно работают бицепсы. И сейчас наша задача научиться максимально вовлекать в работу именно мышцы спины, выключая из работы бицепсы. Для этого нам нужно использовать различные варианты хвата. То есть, чем уже хват мы используем, тем больше у нас работает бицепс. Чем шире хват мы используем, тем больше у нас работает спина. С другой стороны, чем шире хват мы используем, тем короче у нас амплитуда. Вот представьте, если у нас очень широкий хват, какая короткая амплитуда. Если у нас хват узкий, то амплитуда существенно больше. Но если мы делаем узкий хват, бицепсы у нас начинают включаться активно в работу и мешают выполнять упражнения. Поэтому наша задача найти промежуточную позицию. Я вам советую попробовать различные варианты хвата. Начните со среднего, потом можете попробовать очень широкий. Потом можете перейти на очень узкий. Лично я чаще всего выполняю это упражнение средним хватом. Выглядит это все примерно таким образом. Что важно? Так же, как в любом упражнении, важно, чтобы был прогиб в пояснице. Если у меня нет прогиба в пояснице, соответственно, мышцы спины не могут полноценно сокращаться. Как только я отставляю ягодицы назад, грудь вперед, у меня появляется прогиб в пояснице, мышцы спины начинают полноценно сокращаться. Первый момент. Второй момент. Для того, чтобы локти у меня уходили назад, а мне важно, чтобы локти уходили назад, если я хочу, чтобы сокращались именно мышцы спины, а не бицепс. Для этого мне нужно отклониться назад. И вот тут очень важный нюанс, который практически никто в зале не соблюдает. Люди отклоняются вперед и, соответственно, начинают тянуть тросик под углом к себе. А тросик должен проходить вертикально вверх. Для того, чтобы техника у нас была верная, там нужно придвинуться поближе к снаряду, побольше прогнуться в пояснице, отклониться назад. Для того, чтобы, когда мы будем тянуть тросик вниз, чтобы вектор силы у нас проходил между нашей грудью, между нашим позвоночником и уходил вдоль позвоночного столба вниз. При всем при этом наши запястья должны быть в трепендикулярный полу и должны проходить тоже вдоль вот этой вот своеобразной плоскости. Давайте я вам лучше покажу, чтобы это было видно наглядно. Вот я прогнулся, вроде бы спина у меня прямая, и я начинаю тянуть, это неправильно. Я не должен назад слишком сильно отклоняться. Вот как идет вертикально вниз тросик, он должен входить в позвоночный столб именно так. И более того, в этой же плоскости должны находиться мои запястья. Для этого я должен очень сильно прогнуться в пояснице и придвинуться к тренажеру поближе. Только тогда у меня уводятся локти назад, и только тогда у меня происходит качественное сокращение мышц спины. В верхней точке я до конца не бросаю рукоятку, для того, чтобы у меня сохранялось напряжение в мышцах спины. В верхней точке я держу их напряженными и растянутыми. В нижней точке я делаю паузу на секунду, для того, чтобы у меня было пиковое сокращение. Выдох на усилии. Выдох, пауза. Пауза, растянули. Выдох, пауза. Пауза, растянули. Попробуйте различные модификации, шире, уже. Может быть, кому-то будет очень удобно обратным хватом. Когда вы используете обратный хват, у вас больше включаются бицепсы в работу. Но если ваши бицепсы слабо развиты, если вы изначально приучили себя в тягах выполнять работу за счет спины, то даже обратный хват не будет вредить выполнению упражнения. Даже используя обратный хват, у вас все равно будут сокращаться мышцы спины, а не бицепсы. Поэтому все эти вещи очень индивидуальны, и нужно все попробовать. Запоминаем самое главное. Поясница у нас должна быть прогнута. Мы должны сидеть как можно ближе к снаряду. Вектор силы, который должен идти вертикально вниз. Не под углом, а вертикально вниз. И вдоль этого вектора силы должны находиться наши локти, наши запястья. То есть мы должны целиком быть в направлении одного вектора движения. Не должно быть так, что локти идут в одну сторону, а вектор силы идет в другую сторону. А позвоночник у нас наклонен вообще в третью сторону. Все это должно быть синхронизировано по одному вектору. Только тогда будут максимально качественно сокращаться мышцы спины. Упражнения можно выполнять также и за голову. Тогда нагрузка будет смещаться со средних отделов спины, верхних отделов спины. Это более профессиональная вещь. Я вам рекомендую начинать осваивать технику с классического среднего хвата. И тянуть рукоятку к груди. Это тяга верхнего блока, детка. Тяга. 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 Продолжение следует...